Музыка 147 день рождения Харциска выдался погожим и солнечным. Парк имени Чехова встречал горожан чистыми аллеями, цветущими клумбами и яркими воздушными шарами. Детям в парке было на что посмотреть и в чем поучаствовать. Много конкурсов и много мороженого для победителей приготовили организаторы развлекательной программы «Мороженое для Алисы». Персонажи из сказки Льюиса Кэрролла на Харциской сцене давали уроки доброты. Съесть мороженое и стать добрее – таким был лейтмотив детского праздника. На самом деле «Алиса в стране чудес» сейчас не очень популярный мультик. Все любят Машу и Медведя или Фиксики. А «Алиса в стране чудес» – это классика. Мы хотели ребятам напомнить, что есть еще какие-то другие сказки, мультики интересные, костюмы, грим. Тоже все сами подбирали, смотрели где-то в фильмах, в интернете. Мороженое раздали – это самое главное, что деткам понравилось. Поделились шариками волшебного мороженого, которое собрали. Пусть у каждого ребенка теперь будет частичка этого волшебства, доброты. Пусть помнят, что нужно кушать мороженое и добреть. Пока дети ели мороженое и готовились к новым конкурсам, танцоры и вокалисты ЦДЮТ, соскучившиеся за длинные летние каникулы, по благодарным зрителям и аплодисментам старались на сцене как могли. Ребята рады были поздравлять сегодня наших горожан. Начиная, конечно, с самых маленьких. Сегодня мы участвовали в концерте «Страна чудес» для самых маленьких ребят нашего города. После лета ребята соскучились за этими сумасшедшими, веселыми, праздничными, солнечными сентябрьскими деньками. И поэтому сегодня и студия «Арт Энджелс», и образцовая студия хореографии «Эвиденс», и танцевальный коллектив «Экспромт», и коллектив «Гармония», «Идеальный голос» сегодня все ярко выступили на этом замечательном празднике. Хотя нам, конечно, хотелось бы больше номеров показать, но у нас еще впереди целый сезон, и я думаю, мы со своим зрителем обязательно еще встретимся. Водную гладь парка «Опруда» в день города рассекали харцизские серфингисты, кружковцы ЦДЮТ и радиоуправляемые модели судов, изготовленные детворой на станции юных техников. Ну, боевой корабль сделан этот большой, он сделан коллективно. Несколько ребят его строили, вот. А остальные модели чисто индивидуальные. Вот Артем Смирнов с ней выступал, он занял это третье место, правда, всего. Ну, и то неплохо. Вот. И сенатором Саша, вот. Это вот его вторая модель, между прочим. Ну, человек способный, строит хорошо. Да, и главное, есть интерес. Малый противолодочный корабль, гидрографический катер, яхта и быстроходный глиссер. Всеми этими моделями управляли опытные судомоделисты. Новичку с такой задачей не справиться, утверждает руководитель кружка Александр Корнилов. Да, у водорослей камни мешают, глубина не хватает, приходится заходить в воду. Ну, что же сделаешь? Это как-то здесь держка производства, что же сделаешь? Пройти ворота чисто, без навалов, не касаясь буйков – одна из главных задач, которую то и дело решали харцизские судомоделисты. Получалось не всегда и не у всех в судомодельном спорте свои тонкости. В это же время на набережной детей заинтересовали простейшим способом покорения воздушной стихии. Сюда вот так дует ветер, и он отталкивается постепенно, выше, выше, и мы отматываем веревку, и он может очень высоко взлетать. Классический ромбовидный воздушный змей. Как его сделать и запустить в небо? Мастер-класс для маленьких самоделкиных провел лидер харцизского отделения общественной организации «Молодая республика» Сергей Ярош. Правда, признается, поймать ветер в день города так и не удалось. Традиция запуска воздушных змеев еще 3000 лет с древнего Китая, это традиция. И мы, конечно же, показали и рассказали детям историю возникновения змеев, как из чего из основных элементов они состоят, как их правильно запускать, для чего змею хвост, собственно говоря, нужен. Ну, единственное, порывы ветра, он меняет направление. Змей не взлетит, если не будет достаточного ветра, хотя бы чтобы листья стабильно колыхались. Но немножко он пролетел у нас, метров в 10 пролетел, но не высоко. Может, мы дождемся ветра и все будет у нас хорошо. Кому праздник и развлечение, а кому работа, несмотря на то, что такой маленький. Маленький пони-джокер. В день города лошадка катала своих первых пассажиров, мальчиков и девочек. Мальчиков катает, пони бегает по кругу и в уме, в круге считает. Честно, молодец. Познакомили его несколько дней назад с тележкой. Все нормально. Как бы ему это не тяжело, ему нормально. В седле ему, конечно, рано еще, молодой. А в тележке самое нормальное. Спокойно, молодец. Просто уже немножко подустал. Потому что, как бы, для него это новое. Ну, ничего, привыкнет. Натронул лошадь. В 15 часов на летней площадке харцизские спортсмены развернули татами. День города – хороший повод для популяризации спорта и здорового образа жизни. Культивируется очень много видов спорта. Но самые основные для показательных выступлений – это у нас акробатика, военно-спортивная наговорь и, как уже я сказал, тэквондо. То, что можно было показать. Можно показать и борцов дзюдоистов, но они сегодня, а на данный момент уехали на соревнования. Чтобы популяризировать в харцизке тхаквондо, из Донецка приехали воспитанники республиканской детско-юношеской спортшколы «Динамо». Мы продемонстрируем элементы боевого тхаквондо, традиционного тхаквондо. Тхаквондо – это корейское боевое искусство, олимпийский вид спорта. Мы хотим показать, что этот вид спорта олимпийский, красоту его всю. И чтобы все детки, желающие, кто захотел бы, тот бы участвовал. 1 сентября мы открыли отделение тхаквондо. Здесь у нас два молодых тренера, которые начнут занятия уже в ближайшее время. На базах общеобразовательных школ номер 5, 3 и 2. И восточные единоборства, и акробатические трюки не оставили равнодушной харцизскую публику. Гуляния по случаю дня рождения харцизска продолжились на площадке у Дворца культуры «Сказкой на колесах». Так организаторы окрестили главную, пожалуй, фишку праздника – парад колясок. Парад детских колясок – это мероприятие, этот проект, он стал имиджевым в городе. Он полюбился нашим молодым семьям, нашим деткам, нашим жителям. Поэтому он получил поддержку, и исполняющий обязанности главы администрации Александр Николаевич поддержал этот проект. И, собственно говоря, с этого все и началось. Хотелось бы особо поблагодарить родителей, потому что не только сегодня были прекрасные коляски, но и приняли участие и мамы, и папы совместно. То есть все превоплотились в образ, получили массу незабываемых впечатлений, я думаю, не только участники, но и все жители и зрители нашего города. В этом году на красную дорожку парада выкатилась ровнодюжина участников. Мамам, папам и прочим родственникам малышей пришлось изрядно потрудиться, декорируя свои колесницы и перевоплощая главных актеров шоу в персонажи отечественных и зарубежных сказок. Перед благодарными зрителями продефилировали доктор Айболит и Красная Шапочка, Пчелка Майя и Дюймовочка, Царевна Лягушка и Русалочка, Незнайка и Микки Маус, Три Поросенка, Шляпник, Чебурашка и даже Император Гай Юлий Цезарь. У меня ребеночек маленький, но она сама по себе такая маленькая, худенькая, но очень плохо кушает. Вот у нас это проблема такая в годик. И я как-то сразу, мне в голову пришло, что именно надо дюймовочкой быть. Ну, костюм как-то мы сильно как бы не заморачивались, просто взяли платьичко, одели, красивую шапочку, красивые крылышки и как бы все. Просто рада, что у нас есть в городе такие конкурсы, просто замечательно для деток маленьких. Царевна Лягушка мы, потому что, ну, какая она не царевна. Все-таки маленькая моя такая проказница царевна. Трудились мы, как вам сказать, до двух часов ночи мы трудились. Вот вчера вот как раз это все каркас мы делали, красил я сверху, и это декорировала все наша мама. Вот это костюмы тоже наша мама придумала. Такого парада, как сегодня, ну, давно, наверное, мы не видели. По-моему, это даже впервые. Мне хотелось бы выразить искреннее чувство благодарности за то, что вы приняли участие в нашем параде. Наших прекрасных участников нашего парада, будущее нашего города. Перед нами будущее нашего города. Молодцы. Никто из нас не останется, из вас, умею, участников, без подарка. Все получат призы. От себя хочу пожелать мамочкам с малышами прекрасного настроения в сегодняшний день, благополучия, любви и процветания. Надо сказать, что харцизский городоначальник сдержал обещание, и все участники сказочного парада получили призы. До начала праздничного концерта еще оставалось время, и харцизяне дружно отправились на променад по городской площади. Здесь было на что посмотреть. Например, на разножанровые работы живописца, у которого, кстати, можно было тут же заказать собственный портрет. Привлекала своей новизной фотовыставка, представленная общественным движением Донецкая Республика. В городской музее и Харцизский центр социальной и физической реабилитации детей-инвалидов представили свои варианты экспозиции в области декоративно-прикладного искусства. Помимо уже привычных изделий из бисера и бумаги, на суд зрителей были представлены поделки, выполненные из песка, яичной скорлупы, риса и соленого теста. Сегодня на площади масса различных выставок. Сегодня у нас в гостях гиганты Донбасса из города Макиевка, веселят клоуны всех жителей и ребят. Сегодня на площади играет духовой оркестр. Вот сейчас начнется торжественная часть поздравления лучших жителей нашего города, которые вносят вклад в его развитие. И, собственно говоря, будут коллективы творческие выступать, наши солисты, вокалисты. Ровно в пять часов вечера на главной сцене праздника включили микрофон. Взрослые, удовлетворив потребности детей в сладкой вате, попкорне и воздушных шариках, стали собираться возле сцены, где исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко как раз вручал грамоты за весомый вклад в социально-экономическое развитие города отличившимся предпринимателям, работникам коммунальных предприятий, сотрудникам учреждений культуры и образования. Поздравляю вас с днем рождения нашего славного города Харциск, города трудовой и воинской славы, города, который выстоял тяжелым летом и осенью 2014 года, отстояли свободу и независимость. Городу, которому предстоит стать лучшим городом в ДНР, мы вместе с вами сделаем это, все в наших руках. Поздравить харцезян с праздником приехали главы окрестно, городов и поселков. Всего города Иловайска поздравить вас с днем города, пожелать вам благополучия, счастья, скорейшего восстановления мира на нашей земле, счастья вам и вашим детям, скорейшего восстановления экономики и чтобы город Харциск был локомотивом нашей экономики. Пока со сцены звучали поздравления и добрые пожелания, танцевальные коллективы и вокалисты городского дворца культуры готовились к выходу на сцену перед по меньшей мере тысячной аудиторией. Большой праздничный концерт под общим названием «Этот город – самый лучший город на земле», в программе которого было заявлено 57 номеров, продлился до позднего вечера. ПЕСНЯ В Харциске мы живем в большом и в вечном ритме трудовом Всегда при встрече вижу радостные лица Здесь песни разные поют, и пусть невзганы пропадут Будь это город, их село или столица Ты – ты, 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 я, ты… Жизнь и мечта, улетай, 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 победе знай, улетай Парк имени Чехова 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 В общей сложности шесть музыкальных коллективов развлекали в этот день публику роком разной степени тяжести. Начало концерта было заявлено на 4 часа дня, что конечно же для подобных мероприятий слишком рано, соглашается Андрей Романов. Рано начали, в 4 часа обычно мы начинаем позже, в 7 часов и до 12. Но такие условия у нас сейчас начали раньше. Публика собирается по привычке, где-то в районе 7-8 будет. Я думаю, здесь будет очень много народу, будет весело и замечательно. Харцизские рокеры полностью отдают себя творчеству, пишут песни, снимают музыкальные клипы, охотно выступают в Харцизке и с удовольствием ездят на гастроли. И то, что в городе есть клуб, объединяющий исполнителей и любителей определенного музыкального направления, лишний раз подтверждает, что рок в Харцизке все-таки жив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!